Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. О событиях в пятницу 25 мая вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габешия. В Сочи задержан известный застройщик Юрий Огонян. Его подозревают в двойной продаже квартир. Уделить особое внимание санитарному состоянию и дорогам. Такие задачи поставил мэр по итогам обхода микрорайона Светлана. Писатели и читатели обсудят, о чем стоит сегодня писать. В Сочи открылся третий евразийский литературный фестиваль. Прыгни в лето. Этому девизу сегодня последовали 200 сочинцев. На курорте прошел скиппинг-марафон. Как будет развиваться российская экономика и какие задачи стоят перед новым правительством? Эти и другие вопросы обсудили участники делового завтрака от Сбербанка, который прошел в рамках Международного экономического форума. Участие в нем принял и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Присутствующие рассуждали на тему, какой риск они считают ключевым для развития экономики в ближайшие 5-7 лет. По мнению большинства, это перенос реформ. На втором месте лидировал ответ в ужесточении санкций. На третьем – падение цен на нефть. Деловой завтрак открыл второй день экономического форума. Сегодня запланировано еще много встреч и переговоров. Главное – это, конечно, пленарное заседание с участием президента Владимира Путина. Центр по развитию науки и инноваций появится в Краснодарском крае. Он будет взаимодействовать между бизнесом и учеными. Об этом губернатор Вениамин Кондратьев рассказал Сергею Полякову, директору фонда «Содействие инновациям». Встреча прошла на площадках Питерского экономического форума. Глава региона подчеркнул, в Краснодарском крае много одаренных детей. Их надо поддерживать и давать им возможность для дальнейшего развития. У нас в крае достаточно много очень талантливой, одаренной молодежи. И сегодня ваша задача и наша задача – дать этой молодежи реализоваться в жизни. И вот когда они чувствуют и ощущают поддержку из стороны государства, то, конечно, у них это получается. И вот сегодня мы создаем в крае Центр инновации науки для того, чтобы максимально все-таки интегрировать молодых, талантливых ребят в бизнес. Это талантливейшая молодежь. И она рядом. Вот важно увидеть, разглядеть и создать условия, чтобы они в жизни реализовались. Все мы будем только богаче. На самом деле от региональной власти зависит очень многое. Это очень важно, что когда руководители региона обращают внимание на инновации, на молодежь. Потому что без этого, мне кажется, ни один регион не может нормально развиваться. Тем более, что сейчас задачи-то поставлены. Фонд уже поддержал кубанские проекты. Более 400 разработок получили гранты на сумму 334 миллиона рублей. Развивать экспорт и выходить на зарубежный рынок. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и гендиректор российского экспертного центра Андрей Слепнев подписали соглашение о сотрудничестве. Как отметил глава региона уже сегодня, Краснодарский край старается не только продавать сырье, но и экспортировать готовую продукцию. Для меня намного важнее и выгоднее сегодня развивать те производства, которые дадут мне добавленную стоимость. Это те же самые рабочие места, налоги. Поэтому я бы хотел, чтобы вы максимально при вашей поддержке смогли выйти уже конкретно со своими продуктами питания, как я отметил, товарами, которые произведены в своем крае на зарубежный рынок. Вот здесь я абсолютно с вами согласен, что мы должны в себе, в первую очередь, почувствовать уверенность, что мы способны конкурировать, что мы можем конкурировать. А мы научились это делать даже на примере внутреннего рынка. Мы научились сегодня не просто выращивать, мы отчасти уже научились перерабатывать. Я думаю, нам тоже очень много предстоит, чтобы рынок этот освоить и максимально представить и товарами, и продуктами питания, из Краснодарского края. Но попытаться, еще раз подчеркиваю, сломать в себе вот эту вот неуверенность и зайти на рынки зарубежных стран. Вот здесь ваша поддержка, как и нам необходима для того, чтобы просто почувствовать наш бизнес региональный, эту уверенность. Хочу сказать, вы, конечно, скромничаете традиционно. Краснодарский край, у нас, конечно, безусловно, регион, у которого очень серьезный экспортный потенциал. И не то, что потенциал, а экспортный факт. Конечно, без Краснодарского края России не стало бы номер один по экспорту кшеницы в мире. Безусловно, это так. Это и туристические услуги, которые сейчас наращиваются, и многие другие позиции. Сегодня Краснодарский край занимает лидирующие позиции в Южном федеральном округе по количеству экспортеров, в том числе среди предприятий малого и среднего бизнеса. В Сочи задержан известный застройщик Юрий Огонян, сообщают кубанские новости. В Краснодарском крае продолжается работа по декриминализации сферы строительства многоквартирных домов с участием средств дольщиков. 24 мая в рамках расследования уголовного дела, ранее возбужденного в отношении Лартана Татуляна, сотрудниками краевого управления ФСБ задержан крупный застройщик из Сочи, Юрий Огонян. Он подозревается в совершении двойных продаж квартир в ЖК «Плаза». В целом, в апреле в Краснодарском крае возбуждено 40 уголовных дел о преступлениях, связанных с нарушением законности при строительстве многоквартирных домов с участием граждан. Уделить особое внимание санитарному состоянию и состоянию дорог – такие задачи поставил мэр Сочи Анатолий Пахомов по итогам обхода микрорайона Светлана. Этот микрорайон достаточно часто попадает в поле зрения главы города Анатолия Пахомова. Обходы улиц Светланы он осуществляет регулярно. После таких пеших инспекций вопросы решаются быстрее, да и местные жители могут задать мэру вопросы, касающиеся благоустройства района прямо на месте. Анатолий Пахомов оценил санитарное состояние Светланы. Отметил, что порядок наводится, но до идеального еще далеко. Пахомов дал 10 дней главе Хостинского района на решение выявленных проблем. Ну а то, как эти вопросы будут решаться, обсудили уже на совещании. Анатолий Пахомов отметил, что в списке первоочередных задач на Светлане – ремонт дорог. Там, где гаражный кооператив, там просто необходимо дорогу восстановить. Дело в том, что если дороги будут восстановлены, таких пробок у вас не будет на Светлане. Сейчас эти пробки есть. Из-за того, что как раз, вот еще раз говорю, уделите особое внимание Светлане, вот этим маленьким переулочкам, проволочкам, если они будут с хорошими дорогами и открыты, то на Светлане наладится хорошая логистика, хорошее движение. Ну а с понедельника маркурорта начнет ежедневный объезд гостевых маршрутов. В частности, будут проверены все пляжи Сочи. Усиленный контроль за пляжами будет вестись в течение всего пляжного сезона, отметил на специальном совещании глава города Анатолий Пахомов. Сейчас арендаторы приводят пляжные территории в порядок перед массовым приездом гостей курорта. Активное лето по традиции начнется 1 июня. Именно к этой дате все пляжи должны получить паспорт готовности. Кроме того, сама территория должна быть комфортной, с зонтами и лежаками, на пляже обязательные посты сертифицированных спасателей. В период проведения мундиали эти дежурства будут круглосуточными. Система видеонаблюдения в рамках антитеррористической безопасности требований номер один. Установлено сейчас 500 камер. Чтобы не получилось так, что камеры установили для галочки, начинаем смотреть камеры. Либо качество очень низкое, либо они поставлены так, видно только там какой-то кусочек тротуара, сам пляж не обхватывает. Водолазами должно быть обследовано дно. Те, кто не успел выполнить все из намеченного, пообещали в ближайшие дни справиться. С проверкой к ним придут 28 мая полицейские, сотрудники госинспекции по маломерным судам, Роспотребнадзор, представители администрации. И если вы согласовали паспорт безопасности, то по этому паспорту безопасности должны проводиться мероприятия. То есть не просто бумажку положить, у меня есть. А ваша текущая деятельность должна в полном объеме соответствовать паспорту безопасности. Понятно это? Необходимы на пляже и камеры хранения. Но к этому сезону арендаторы пляжей с поручением не справились. Хотя сотрудники полиции просят ускориться в этом вопросе. Потому что чаще всего мелкое воровство происходит именно на пляжах. Охотятся в основном за телефонами. В Сочи свыше 100 санаторных пляжей и 85 муниципальных. Многие арендаторы за свои средства производят отсыпку и полностью благоустраивают пляжные территории. Некоторые установили аттракционы, другие сделали выездную библиотеку, третий будет приглашать аниматоров. Каждый пытается обустроить отдых гостей с комфортом. В этом году на сочинских пляжах установили баки для раздельного сбора мусора. Такая система впервые будет опробирована на курорте. Все пляжи в этом городе Сочи перешли на раздельный мусор. Это безоходное производство. Стекло перерабатывается, пластик перерабатывается. Потом мы из этого пластика шезлонги покупаем. Ну и так далее. Уже Япония много лет, больше 20 лет работает на этом. Вот мы решили наш город начать с пляжей. К пляжному сезону готовится и здравоохранение. Летом на курорте будет работать не 50, как в межсезонье, а 90 бригад скорой помощи. Кроме того, усилит контроль за ввозом контрафактного алкоголя. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». В Сочи продолжается третий евразийский литературный фестиваль «Лифт». Этот международный форум объединяет писателей и их читателей. Торжественно, большой просветительский форум открылся накануне. А сегодня уже началась активная работа круглых столов. Стартовали мастер-классы и книжные выставки. Слово Ольге Десятовой. Я нить. И на себя мне надо низать, собою все прошить. Они читают стихи, дискутируют, учатся, обмениваются опытом. Третий евразийский форум «Лифт» – это литературный фестиваль фестивалей. В этом году собрал рекордное за свою пока короткую историю число участников – порядка 200. В Сочи приехали представители 50 регионов России и 27 стран. Практическое значение этого фестиваля прежде всего, и это намного выше всего остального, это общение людей разных регионов, стран и так далее. С некоторыми людьми можно встретиться только здесь. А это писатели, поэты, критики, переводчики, сотрудники библиотек, редакторы литературных журналов, издатели. Полноценными участниками Большого просветительского форума стали и читатели. Писатели могут общаться с читателями наравне. Писатели могут задать своим читателям свои вопросы, а, конечно же, читатели могут задать свои вопросы писателям. Как они получают вдохновение, каким образом они воскаляют свой народ и свою родину. Максатбек Гапыров в Сочи приехал из Киргизии. Он активный читатель. И не только. В молодости увлекался поэзией, сегодня вновь взялся за перо. Я студент Москвы был в молодости. Я очень ходил много на литературные мастера. Тогда очень было в моде Сергея Есенина. Вот мы почитали его и всё время читали устики. И вот как-то у меня появился интерес. Я тогда начал писать. Сегодня Максатбек активно занимается поэтическим переводом. На фестивале «Лифт» уже нашёл целую группу единомышленников. А библиотека имени Пушкина сегодня пополнилась книгами из Монголии и Австрии. Их в книгохранилище передали сами авторы поэтических сборников. А с творчеством других авторов-участников фестиваля можно было познакомиться на книжной ярмарке. Вот эта площадка возле библиотеки Пушкина, она предполагала только круглые столы. Выросла она у нас до свободного микрофона, до книжной ярмарки. У нас здесь будет около 40 презентаций книг, где будут читать писатели. Цель фестиваля – укрепление творческих и дружеских связей поэтов, писателей, издателей и читателей Евразии. Крепнуть они будут не только в рамках образовательной программы. Например, завтра в рамках форума его участники совершат благотворительный забег в помощь реставрации детской библиотеки Сочи. Одним словом, программа фестиваля «Лифт» обширная и разнообразная. Ну а по итогам конкурсов фестиваля будут названы имена лучших авторов, а еще «Читатель года». Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Работа сама нашла желающих. Сегодня в Сочинском профессиональном техникуме собрались выпускники учреждений среднеспециального профессионального образования. К ним на встречу пришли потенциальные работодатели. Такие встречи студентов и работодателей организуют по инициативе мэра Сочи Анатолия Пахомова, чтобы ребята уже перед выпуском смогли найти работу. Мы всех ориентируем сегодня именно на Сочи, потому что в Сочи очень много имеющихся предприятий, много каждый год открывающихся предприятий, где обязательно нужны рабочие руки, где нужны интеллект наших молодых людей, их знания, полученные в образовательных учреждениях. Это и предприятия санаторно-курортного комплекса, это и учреждения муниципальные службы у нас много, и МФЦ постоянно приглашают, это наши налоговые. В Сочи в этом году выпускается 2500 молодых специалистов. Для них предприятия курорта подготовили презентации и готовы каждого взять на работу. Успешное трудоустройство в самом начале карьеры во многом определяет будущие выпускника. Я побывал на встрече работодателей, мне очень все понравилось, было все очень интересно. Я нашел для себя оптимальную работу, уже совсем все договорился, очень стабильный доход, заработок, мне все устраивает. Я здесь учился три года, я получил специальность в мастер-жилищно-коммунального хозяйства. Это очень особенная специальность на сегодняшний день. То, что ребята умеют делать своими руками, представили на мини-выставке. Стандарты достаточно высокие. Теперь вчерашние студенты должны также зарекомендовать себя уже не в учебных стенах, а на площадке сочинских предприятий. Елена Овсец, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В Сочинской гимназии номер 76 чествовали бронзового призера первенства России по самбо. Турнир проходил в городе Кстово Нижегородской области на борцовских коврах Международной Олимпийской академии спорта. Лидерство в 10 весовых категориях оспаривали 690 борцов из 63 регионов. Воспитанник 4-й сочинской спортшколы Олимпийского резерва Карен Антонян завоевал серебряную медаль национального первенства в весовой категории 46 килограммов. Он уже неоднократно становился победителем и призером городских, краевых, окружных и всероссийских турниров. В Сочи спортсмены поздравили руководство и педагоги родной гимназии. Пожелали Руслану успехов как в учебе, так и на борцовском ковре, а в будущем завоевать золото чемпионата мира. А сочинские самбисты приглашают всех завтра поболеть за команду города на 11-м открытом турнире по самбо памяти Шахруева. Турнир начнется в 10 часов в спортзале здоровительного комплекса «Дагамыс». Вход свободный. Сочи прыгнул в лето. По сложившейся традиции сразу после последнего звонка на курорте проходит скиппинг-марафон. Сегодня в соревнованиях по прыжкам на скакалке приняло участие более 200 сочинских школьников. Седьмой год подряд скиппинг-марафон «Прыгни в лето» оповещает школьников о начале летних каникул. Прыжки на скакалке – самодоступный вид спорта и, несмотря на свою простоту, очень полезны. Развивает как координацию, как осанку, он развивает работу сердечной мышцы, но также он развивает все группы мышц. Достаточно это иметь скакалку и место для того, чтобы не снести вокруг стоящие предметы. То есть любой, совершенно любой желающий может этим видом спорта заниматься. Мы, как департамент физической культуры и спорта, наша основная задача – это развивать массовые виды спорта. Ну и вот как пример хочется позвать всех сочинцев, взять в руки скакалку и попробовать себя в этом виде спорта. На площади флага со своими спортивно-творческими номерами сегодня встретились сильнейшие команды, отобранные на районных соревнованиях. С каждым годом команды участники представляют все более усложненную программу выступлений, а на оценку влияет и уровень сложности трюков и зрелищность элементов. И в завершении информация от партнеров программы. Санаторий Черноморье приглашает в лечебно-диагностические спортивно-оздоровительные центры. К вашим услугам – крытые и открытые бассейны, теннисные корты, спа-зона, собственный пляж. Телефон 290-2020. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и удачных вам выходных.